друзья всем доброго времени суток меня зовут владимир и сегодня мы в очередной раз отправляемся в путешествие выходного дня это путешествие в эстонию город тарту чем интересен город тарту но основная достопримечательность это конечно местный университет он очень старый фонтан с целующимися студентами но у нас путешествие выходного дня семейные три ребенка два взрослых начнем у вас аквапарка аквапарк аура чем он интересен но посмотрите сами во первых немноголюден есть огромное место для беговых дорожек таких спортивных где можно взрослым прям таки оторваться и плавать по дорожкам ведь и ограничение для семейных и ограничение для индивидуальных пар там где просто один человек может по своей дорожке плавать зад вперед либо семьей просто развлекаться вот на такой широкой дорожке это аура аквапарк аура аквапарк это самый дешевый аквапарк в прибалтике находится в четырех часах езды от риги или 320 километров ну что довольно комфортно потому что все компенсируется сравнительно дешевой ценой пребывания здесь а джакузи здесь две джакузи теплого содержания и общий бассейн в принципе и зимой и летом вода здесь 21 градус что довольно комфортно есть небольшое количество горок две довольно интересные горки для средне подростковых и взрослых и порядка четырех город для детей в этом году открыли новую горочку на дальнем плане такая оранжевая на что надо обратить внимание на безопасность в принципе мега безопасный аквапарк он не накрученные всякими фишками тем не менее очень безопасны обратите внимание на клинкерную специальную плиточку рифленую не скользкую с большим количеством швов залитым эпоксидом так вы говорил да практически невозможно вот на этом покрытии подскользнуться поэтому дети могут носиться и вы будете спокойно к этому относиться кафе на территории можем увидеть то есть в зоне досягаемости я могу кушать и наблюдать за своими детьми средний чек кафе на человека 8 евро что довольно комфортно и скажу спускаемся вниз погуляем по аквапарку на заднем плане была новая горочка тем кто бывал в ауре раньше могу сказать что она свеженькая в этом году ее буквально поставили это бассейн куда люди залетает с горок огорожен абсолютно никому не мешает клинкерная плитка во я про него рассказывал они совершенно невозможно поскользнуться очень приятно гуляем дальше четыре часа езды от риги 320 километров как я говорил здесь я показываю что он не скользкая на основе своей ноги средняя стоимость отеля который вы найдете в этом городе на будет составлять порядка что закончили мое посещение водного аквапарка аура делаем это уже по моему в раз 5 или 10 чем он отличался от предыдущих лет тем что там появилась одна горка необходимая горка для детей от 6 до 9 лет на прям вот то что доктор прописал но и в принципе аквапарк немного стареет те фотографии которые есть на сайте когда вы бронируете это те фотографии которым уже 5-7 лет понимаете что немножко по износился и последние пять лет он не ремонтировался но это не значит на плохом состоянии его состояние очень даже неплохое и самое главное почему здесь много например латышских туристов потому что на семью из пяти человек посещение этого водного парка на целый день стоит всего лишь 26 евро нет больше такого дешевого клопарка на территории латвии например поэтому все из латвии прутся именно сюда тут два часа езды от латвии и соответственно мы за этим приехали видели здесь ребят из россии увидели ребят здесь из литвы ну и примерно половина местных половину туристов это иностранцы 26 евро целый день она того стоило вот эта башенка очень интересно мы в прошлый раз останавливать в ней видео можно посмотреть где-то на канале очень шикарно там заночевать смотреть с высоты птичьего полета на город ахо смотрите здесь композиции сейчас посвящены космонавтики мы к ней немножко позже вернемся точнее немножко раньше уже утро мы проснули своем отеле про цель мы говорить не будем нам не понравилось негатива не хочется литвы этот ролик но отеле стоил дешево 40 евро зря лучше взяли немного подороже самый известный памятник в этом городе уравнивает детей и взрослых и предлагает поменяться и местами его труды не найти за памятником он сквере по дороге к ратуши дорожка к ратуши всевозможные экспозиции что интересно смотрите это европейский город и вот кофейни и рестораны вот это то зачем сюда стоит ехать все кофейни и рестораны здесь уникальны вот поверьте они уникальны они очень завернуты на винтаж и экотуризм ратуша смотрите какая красивая и смотрите какая немноголюдная европейская страна в которой тихо вкусно комфортно и позитивно для вашей семьи гляньте какая прелесть чем она отличается с какого-то бельгийского либо немецкого городка смотрите сюда ратушная площадь и фонтан целующимися туристами такую штуку поставили как в амстердаме люблю тарту но она к чему-то другому приурочена потому что год 24 видимо что-то произойдет смотрите на растительность в кафе вашем городе могут так вот расти спокойно цветы и не загибаться от кислорода который наполняет ваш город и посмотреть количество здесь цветов которые пышные насыщенные прекрасно себя чувствуют вот тот самый известный фонтан с целующимися туристами ой туристами извините студентами фонтан с целующимися студентами и он задал тренд для многих такого рода памятников который находится в латвии например в елгаве в центре такое же и по моему юлий кромич наш известный предприниматель в латвии поставил такой же аналогичный скажем не такой же в юрмури то есть вот такой тренд задали они для латвийцев субъективное мнение возможно это не так но я видел я говорю шикарная площадь шикарная немноголюдная площадь а 10 часов утра воскресенье в данный момент ищем сейчас место где вам мы перекусили у нас есть свои какие-то места потому что мы не в первый раз этом городе у нас есть место своего кафе чуть позже покажем а это ратуша ратуша и дума в которой до сих пор заседает все управление этого города шикардос да как чисто какое количество цветов по ней знаю но мне нравится очень шикарный город нему прям полюбился очень насыщенный очень приятные башмаки кстати с амстердама с площади дам там стоят такие же я не думаю что эта фишка эстонцев скопировали ну но все равно приятно прикольно мы постебались рут ли по моему называется эта улица это наши любимые кафе мы всегда там обедаем обратите внимание это в центре города они пахнут они не пластмассовые на них пчелки представляете какая гамма соцветий это это швах я не знаю вы знаете город где вот так и это практически у любого кафе вот посмотрите на дальнем фоне какая-то такая улень улочка и посмотрите количество цветов я не знаю кто это делает как нашли мы себе местечком где остановились перекусить то есть утром в отеле проснулись пошли перекусили и мы на целый день отправляемся ваха именно ради этого приезжают свои дети так секунду ратуши колокольня слушаем кайф да но если мне это нравится я во многих городах это видел и были на станции я люблю вас вы красавцы наша маленькая ника тоже интересно да ребенку это утром мы пьем кофе кушаем и это слушаем представляете какое утро на 10 часов проснулись из отеля вышли не знаю мне это очень понравилось это эта фишка где такое в латвии велись и в таллине в реке не знаю это это прикольно это он тоже достопримечательность он нигде не указано и в этом есть что-то волшебное старинное и интересное поэтому я сосредоточился думаем тоже понравилось мелодия она вряд ли где-то мне слышалось других странах сложно представить что это но попытаюсь и запомнить но ничего подобного я как говорил я не слышал других странах фонтан тоже интересный не показалось что мы кушали но поели мы на 30 евро поели интересно с интересной авторской подачи а сейчас отправляемся ахо это развлекательный комплекс научно-познавательный для детей чем он интересен каждый раз когда мы сюда приезжаем здесь новая экспозиция стоимость обращаем внимание на семью 35 евро без посещения планетария у нас как-то всегда на и он руки не доходят вот такие штучки вам повязывают это как бы электронный пропуск чтобы входить выходить смысл один 35 евро так выходим здесь есть постоянная действующей экспозиции которые всегда и что-то новенькое вот например вот эта штука по зрачкам глаз распознает сколько вам лет какой у вас возраст мой какой то какой вы социальный тип агрессивный там не агрессивный то есть вот такая интересная фишка показывает как работает система в аэропортах и местах скучности людей зеркальная комната очень интересная штука смотрите ты заходишь туда и пройдя два шага ты видишь свою семью но прикоснуться к ней не можешь и ты по этому лабиринту блуждаешь и пытаешься найти своих детей у них паника они тоже не видят своих мам пап начинают ну ладно те которые постарше паники нет у них висел и степ у тинейджеров у малышей прямо шок то есть он видит маму а к ней пройти не может а папа слышит как зовет его на помощь ребенок а помочь ему ему не может это вот такой интересный социальный эксперимент ну надо пройти вот этот лабиринт очень интересная еще раз говорю это научно-познавательный комплексах а и он оставляет впечатление у взрослого ребенка и эмоциональной и заставляет каких-то вещах задуматься перчаточку надеваешь на руки и пытаешься вот методом тыка пытаться выйти отсюда разные приколы фишки тут сотни просто но они все имеют какой-то такой научный подтекст не просто так сколько время идет на то чтобы все это рассказать что ужас но сегодня была тематическая выставка посвященная космосу мы приехали взглянуть на космос были тут порядка на пяти выставках забегая вперед скажу что это была самая скучная я не знаю почему она насыщенная полная но как-то она оформлена было все-таки менее интересно в отличие от других выставок но может быть мы слишком насыщены уже предыдущими выставками это не смотрелось так круто он рассказал стоящего суде предварительная стоимость в таком состоянии как сейчас находится 3 миллиона долларов это российского или советского производства аппарат вот так это примерно выглядит вот так они наблюдая за землей такая здорово лизнин за телескоп этот аппарат он реально был в космосе насыщенный стендов она очень хорошая оформление выставки до мощная не знаю может быть субъективно но она не призвала на впечатление раритетных вещей очень много вроде бы даже оригинальность это бутылочка бренди которая летала в космос и космонавты хотели ее выпить но так и не представилась им возможность это единственной бренди который был в космосе рабочая лошадка это копия костюма орлан на котором сейчас работают космонавты догадайтесь какой страны кто производитель но в целом обстановка такая довольно космическая и блин вот здесь без гида очень скучно без гиды здесь многие вещи непонятны но с другой стороны если читать не лениво здесь есть надписи на трех языках русский английский и эстонский и в принципе все можно почитать все можно посмотреть если вы не ленивый то тут есть чем заняться либо по крайней мере потрогать нет но увидите увидит очень многое это стенд показывает как зарождается торнадо можно побывать внутри в эпицентре торнадо ощутить его но это уже не посвященная космосу а мы уже вышли в другой павильон где больше развлекательная фишка муравьиная ферма кстати очень популярна не помню что это за хрень но тоже всегда уклонить этих стендов очередь а здесь можно сесть за руль и снятся в боевике каком-то выпрыгнуть из машины или проехать и видеоклип останется у вас здесь еще один стендик который показывает как вот шарик зависает в воздухе видите книжка целая история рассказывающая откуда что почему есть вариант прыгнуть в пожарную команду и проследовать надо выезд со всеми вытекающими последствиями это прикольная фишка итальянский ресторанчик находится на территории это к тому что голодными вы не останетесь здесь действует семейная карта 3 плюс то есть если бы многодетная семья то здесь действуют семейные скидки на многодетную семью но по предъявлению на этом мы заканчиваем посещение аха обошлось нам удовольствие в 30 евро напомню что мы использовали семейную карту карта многодетной семьи и не лишнее здесь достать также мы заканчиваем посещение замечательного города тарту город очень позитивен хотя бы потому что это уже по моему 5 или 7 видео об этом городе мы каждый раз с удовольствием приезжаем тогда когда нам нужны какие-то эмоции когда нужны какие-то эмоции и нет особо большого бюджета для того чтобы потратиться на отдых из риги занимает примерно а три-четыре часа езды суда и это всегда будет и аква и локационные и графические и познавательные и гастрономическое путешествие на сегодня это все всем пока мы отправляемся в новые приключения чтобы показать новые места спасибо что досмотрели до конца на сегодня всем пока у рекламы моей любимой страны латвии до новых встреч